По поводу того, что разные растения работают, слышали такой проект «Биосфера-2»? Да. Это был в 80-е, он где-то к концу 90-х закончился. Закончился где-то лет 20. Американцы в пустыне построили замкнутую систему «Биосфера-2». Единственное, что там было, это источник энергии солнечный. Она была очень герметична, условно говоря, теплица, да? Была очень герметична, довольно большого размера. И там жили люди года два, по-моему, они там безгрозно, пока не поверну, так переругались. Эксперимент прекрасный, они там друг другу надоедли. Я не помню, сколько там было гектаров. Серьезный размер, потому что там была искусственная экосистема, как вы говорите. Думали, посадим вот это и это, и все будет и потасить, и кислород будет поддерживаться. Нужно же было, и кислород должен был поддерживаться. То есть там смысл был такой, но, скажем, мы на Луне нашли воду, нужно же для того, чтобы жизнь была вода и энергия. Энергия солнца всегда есть, да? А вот, вода, под нашли воду, можно было построить сам купол. Под этим куполом организовать дачу и там жить. А сейчас только вы меня поделаете. А, да, и лес поделаете. Вот сейчас я расскажу, что я знаю. Так вот, там они объектовают, только что не на Луне, в пустыне. У них там стоит достаточно, в пустыне, в пустыне, в пустыне, в пустыне, в пустыне. Удачу куполом. Деге воздух действительно поддерживаются растениями. Именно задача была такой, достаточно, достаточно. И вот, а им два года, вот, выдержка, там, сложить чуть-чуть меньше, в пределах, в гаражном меньше, кислородах. Вот. Значит, сначала они тоже так же думали, значит, надо отдавать вот эти растения, посадим там, в батыр, там, ложу, нальем, уходя, что сделаем. Деревья, будем же там, где куры были, овцы, поздно, там, ну, свое хозяйство, они живут должны именяться, там, то есть, они все автономно, два года, они жили собственным, у нас, там нужно в карму своей. Вот, но когда посадили, то есть, все, кукурузу, там, это, казалось, что-то, кислород исчезает, не получается. Так вот, где-то пока, они не сделали, там, болото, кусок болото вырезанных, даже кусок пустыни понадобился. То есть, все, вот, на земле не зря вот эти все экосистемы отставлены, там, все, каждая работает по-своему, в нужный момент включается, выключается. То есть, они сделали абсолютно сексиемой, лесная экосистема, степь у них был кусочек, у них был кусок болота, у них кусок пустыни был, значит, для них, а вот я не помню, для них, а вот, я не помню, я не помню, я не помню. Для них, а вот это все, все вот эти, а вот все эти системы, которые были на земле, есть они все включили, были там кусочки, и когда они не сбалансировали нормальный кусок океана, у них мальчики, прямо именно океана, вот, с теми живностями, с тем дном, который там должен быть, кораллы должны быть, и вода экономика должна быть. Ну, они же разрушились только потому, что из-за человеческого фактора, а не потому, что это все разрушилось. Разрушилось все из-за человеческого фактора. Еще разу не дайте. Ну да, нет, нет, они, как бы, поняли, ну, в смысле экспериментов в целом-то удался, потому что они научились создавать систему, которая поддерживает нужную атмосферу для жизни человека. А сколько финансовая сторона вопросов там была? Не знаю, ну, мы, ну, в миллиардах долларов, что проект делался около 20 лет. Ну, сейчас я скажу, значит, и я даже могу сказать, сколько сейчас тратится вообще на климатический слева, то есть это напрямую здесь, прямой, что-то даже, прямо на климатический проект, да? Что-то в юг. В Европе 12 миллиардов было, ежегодно. И США примерно в два раза больше, и Япония около 10 миллиардов. Это просто поддержание... Это просто научная группа, поддержание научной группы, инфраструктуры, потому что спутников только 10 спутников летать. Есть какие-то они, в среднее время жизни, 10 лет. У них много 콩ед podía твенадцать. Физо в компаниях. Наблюдается, что… Наблюдается, что… Медиапараметры, констрация, убедение, по УКЛАЗ, международное – одно пара. Все это контролируется. коробки самолеты строили города представьте на полугода пропадет и население надо будет эвакуировать сибирь трубопровода очень важно режим осадков при прочих равных в зависимости от того в сентябре в сентябре и зимой если будет снега больше замерзать это за определенное время режима осадков очень важно поэтому прогноз осадков то есть мы делаем прогноз температурный и прогноз осадков вот что с прогнозом осадков вот что с прогнозом осадков вот видите да у вас в северных широках да вот в эту сторону осадки увеличивается по шкале вот где вот засыпки видите да а вот здесь у нас осадки увеличатся и растает и здесь можно и затопить даже тоже мало не пока но у нас 95 процентов бюджета это деньги с нефтяной и газовой и которая 95 процентов сосредоточена когда здесь растает и провалится на 20 метров и это то что это то что произойдет то что произойдет это абсолютно точно вопрос как ждать через 10 лет через 20 лет нет нет так быстро не произойдет эти процессы очень важно знать какая будет динамика это количество ну а кроме этого не очень не ничего при вот этом было так да а мне добро на дискуссия по поводу чего где вот естественно вопрос очень все ожидается очень большая миграция и народ не будет спрашивать там те кто там живет он просто попрет да куда ему захочется да китайцы тоже топят да китайцы уже важно купать так вот зачем их купать у вас конечно так там да очень важно особенно ну перспектива повышения уровня океана это она тоже но где-то через сто лет в принципе она вполне верна и народ все расселился в поперечи основу и когда поперечи затопят все где-то лежат они побегут а там есть уровень мирового океана есть у нас здесь какая высота знаете я не здесь была я говорю про остальные а нет в том то и дело что у вас очень много затопят там где очень много большинство населения все зависит екатербург 300 метров на уровне моря но на 300 метров не поднимется вода поднимется десятки но это очень много на самом деле но представьте мор поднялся там на 9 метров поднимется поднимется до 30 очень серьезные проблемы и даже тем кому у кого все относительно хорошо это не значит что им будет хорошо потому что кому плохо они побегут и не будут спрашивать пускай с едят с едят с едят с едят с едят с одной стороны это хотелось бы а с другой стороны а что делать менять половина нет надо менять отношения это не нет это но это не решит проблема не решит уже поздно решать почему поздно с вот как раз это я думаю на ваши проблемы когда она не серьезно действительно боятся то есть ближайшие 10 лет ничего как бы не изменится а следующие 10 лет а вот лет через 50 уже будет и еще будет но уже дети уже точно так серьезно и хотелось бы знать что будет и как какие-то варианты как это нельзя вот так взял и остановил это все нет даже а что а в чем первая причина на ваш развитие конечно развитие да и нет что давайте давайте едим пока не «Подисходит какая-нибудь глобальная катастрофа, что состояние резко сокращается и всё на какое-то время, и всё на какой-то время. Природа сама за нас решит всё и на муках». Ну вот, да, он. Есть такой... Он ещё же Джеймс Валплог, как такой учёный. Он... Значит, у него есть такой... А никто там... Ему приписывают такой никто. Существуют две планеты. Во Вселенной. привет привет как все нормально говорит а у меня как нам нечего а я не волнуйся но и у нас дал правда что у него достаточно ресурсов чтобы избавиться от человека а вот сейчас скажу что у него нет значит мощность фиоты измерения делают больше чем на порядок превосходит мощность энергетики но нет и вот а может менять свои виды мы же все равно так или иначе такси и в том числе и и животными да но не только ядовитыми она может сказать производить такие плоды и растительности животных которые стилизовать человека и ему перестанет давать вопрос условно один вариант болезни да это одна из проблем таких этого потепления правда связано именно с появлением новых или вернее те болезни которые были в других регионах еще добавили все которые характерны были для не данные для таких регионов насилие тоже проблема но человек тоже борется все нужные лекарства изобретает так далее но это может быть тупиковой функции вполне поэтому может быть как раз вашему поколению придется наверное именно решать эти проблемы придумать как их решить если их возможно но как так абстрактно на мой взгляд до миллиарда сократить население в принципе в 6 раз меньше надо домов в 6 раз меньше машин условно да и освободить пространство для белых если она растет как хочется дальше меньше надо пусть там растет то что нужно и так далее но основное основное число населения для параметра какими рождаемость рождаемость и смертность не смертность а продолжительность жизни все на сокращение на сокращение продолжительности жизни можно согласиться а вот на рождаемость вполне потому что она думаете сейчас в среднем сколько на одну семью погладить нет я в среднем погладить 2 2 3 больше 4 меньше 5 но больше 4 подождите на когда меньше 5 на больше среднего 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 физики да да ну вроде типа теплом есть сейчас отберут но вы видели много семьи у нас у нас в Европе в Европе такого нет Индия Китая и Африка в Европе в среднем два ребенка на семье чтобы население не росло чуть больше надо потому что чтобы стабильно это просто растение которые существенно эффективнее сейчас сейчас надо еще вывести и возможно ли их вывести по трассе дороги не было а почему да то есть все науки как раз переплетают все проблемы с и потому что они мистерплинарные не которые не они 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 не